Что вас сейчас в жизни вообще очень сильно волнует? О чем вы рассказываете людям посредством вашего творчества? Я могу очень коротко сказать, на мой взгляд, в нашей дорогой, замечательной стране происходит процесс под названием вторичная дикость, то есть когда весьма высокоразвитая, культурная, эрудированная государство потихоньку превращается в государство потребления и в людей, смирившихся со своей судьбой. То есть, естественно, накладывается отпечаток на их и психологию, и устремление, и общий тонус жизни. Но если мы одна из самых суицидных стран мира, то, наверное, не все в порядке. Вот, наверное, этот срез меня интересует, и, собственно, из такого диспропорции и вышел весь рок-н-ролл, как в советское, так и в российское время, да, собственно, и поэзия, и литература. Ну, вот это, как бы, короткий ответ, то, что меня интересует. Поэтому я иногда пишу статьи, высказывая свою, так сказать, позицию гражданскую. Пишу песни, высказываю свою позицию, так сказать, социально-метафизическую. Ну, вот даже давно-давно писал такую работу, книгу, эссо. Вот пытаюсь сейчас ее, значит, когда я в Новосибирске появляюсь, каждый день, как завещал Зощенко, день по строчке, по две, по абзаце, по странице, сколько выйдет. А вот вы еще в одном интервью с вами сказали о том, что вот в нашей стране вообще по-хорошему все люди должны быть здоровыми, красивыми, не должно быть милиции, все должны быть законопослушными, сами понимают. До сих пор вы остались при этом? Ну да, если закон принимается всеми людьми, то есть он как бы является проявлением их желаний, то, собственно говоря, для чего нужна милиция? Закон и законопослушание становятся то же самое, что норма поведения в семье. То есть, или там, не знаю, у влюбленных. Им же не обязательно привлекать тещу или судейского, чтобы объясниться, как и правильно жить. Ну, к сожалению, редко так получается, не только у нас, а везде. То есть, как бы законы принимаются из разных других соображений. Поэтому я прежнему мечтаю. То есть, это нечто среднее между Царствием и Небесным и тем, что раньше называлось коммунизмом. Ну, наверное, это что-то другое должно быть, но тем не менее я мечтаю об этом. Это мне отец рассказывал, можете не записать про это. Я даже, когда хотел быть режиссером, хотел снять фильм. В 1946-1945 году, значит, он же Рассужинский. И была гигантская облава на братьев Законин, на бандитов. Там город Шахтерский был насыщен трофейным оружием. За ночь он был очистен. Я думаю, отец немножко присочинил или как бы воображение привлек. Он ему сказал, ночью город вышел на улицу с детьми, значит, с женами, с бабушками. Все гуляли, значит, по площадям они, горели по улицам. Не было бандитов, он ходил с заточкой, такая отвертка, когда в техникум учился. Вот, наверное, оттуда меня это очень поразило. Пусть даже это фантастическая история, то есть погоны, уходящие с бандитами и очищенные от, как бы, такого сорного элемента, который не хотел жить нормально. Людской народ, вот, ощутил маленькую толику счастья. Спасибо большое.